Безвыходных ситуаций не бывает. Что можно предпринять в случае пропуска срока принятия наследства? Тему раскрывает Наталья Витько, адвокат конторы адвокатов города Фокина. Далее смотрите сюжет, который выходит в рамках реализации проекта «Правовая помощь без формальности». В нашей стране наследование осуществляется двумя способами – по закону и по завещанию. Человек должен заявить о праве на наследство в течение шести месяцев после наступления события. Нередко граждане упускают время и обращаются по истечении срока, предусмотренного законом, и сталкиваются с проблемой оформления прав на наследуемое имущество. Не страшно, даже если пропустили, это не страшно. Существует ряд способов принятия наследства в судебном порядке. Но тем не менее, чтобы не возникало таких проблем, мы считаем, что все-таки лучше найти в себе силы, возможности и обратиться до истечения шестимесячного срока. Пропуск даже одного дня влечен с собой обращение в последующем в суд. В юридической практике часто много нюансов. Например, может возникнуть вопрос об отсутствии у претендентов на наследуемое имущество необходимых документов. Умерший пользовался имуществом, владел им, но не оформил свои права в законном порядке. Данная ситуация также разрешима, однако это судебный порядок разрешения такого вопроса, и принятие наследства будет происходиться только на основании решения суда. Стоит отметить, что помощь адвоката в вопросе наследования требуется далеко не всегда. В процедуре оформления наследства сложного ничего нет. Гражданину нужно просто найти для этого время. Если говорить о процедуре принятия наследства, она не такая сложная. Человек действительно может обращаться за помощью адвоката, для того чтобы он осуществил все действия, направленные на принятие наследства. Но в целом гражданин самостоятельно может осуществить данные действия, обратиться к нотариусу, собрать пакет документов, а далее представить нотариусу необходимые документы, и нотариус выдает свидетельство о праве на наследство по закону, либо по завещанию. Если по какой-то причине гражданин не может самостоятельно осуществлять или защищать свои права, то в этом ему могут помочь компетентные органы, адвокатуры, юридические компании. Человеческий фактор часто является причиной возникновения спорных вопросов. Однако, несмотря на длительные судебные процессы, такие ситуации разрешимы. На моей практике было два случая, когда в наследство вступили лица по завещанию, которое было отменено. Мы справились с этой задачей за два с половиной года, правда, и в итоге гражданин получил свое наследство в законном порядке, однако это была длительная судебная процедура. То есть, конечно, необходимо обращать внимание на то, что, если есть много наследников, в первой очереди, конечно, необходимо все-таки устанавливать, не было ли завещание ранее, отменено оно, не отменено, но это уже компетенция нотариуса. Стоит сказать, что в нотариальных конторах существует своя база данных. Нотариусы самостоятельно осуществляют проверку действующих или недействующих завещаний. Естественно, если завещание отменено, то гражданину будет отказано в выдаче свидетельства. Любые судебные обращения влекут за собой оплату государственной пошлины. В спорах с имуществом госпошлина бывает значительной. Некоторые не всегда могут ее оплатить. Но и здесь закон на стороне граждан. Мы предлагаем иногда обратиться в суд, тем не менее, но просить суд о рассрочке или об отсрочке государственной пошлины. Это законно предусмотрено. Суд не всегда на это идет, но, тем не менее, чаще суд находит действительно возможным и освобождает гражданина от оплаты госпошлины до вынесения судом решения. Многих отталкивает момент, что необходимо нести расходы. Но зачастую траты не такие большие, как думают некоторые граждане. Налоговым кодексом предусмотрена максимальная государственная пошлина. Если я правильно помню, до 60 тысяч рублей, но это при стоимости имущества свыше 5 миллионов рублей. То есть, как правило, если мы берем рамки нашего города, таких споров не бывает. Чаще люди при наличии больших количеств имущества разрешают свои споры в добровольном порядке. И в основном, я бы сказала, что финансовая сторона посильна каждому гражданину Российской Федерации для обращения в суд. В заключении важно сказать, если гражданин полагает, что его право нарушено, и он не видит никакого выхода для себя, не стоит отчаиваться, нужно приходить и советоваться. Наталья Александровна считает, что не бывает безвыходных ситуаций. Бывают сложные, с трудным путем, но они разрешимы в любом случае, тем или иным способом.